Можно ли летать по местным воздушным линиям более комфортно? Именно такой вопрос все чаще задают жители Ненецкого округа в социальных сетях. И речь сейчас не о самом полете из пункта А в пункт Б, а об организации специального обслуживания для особенных пассажиров, тех, кто путешествует с детьми или кому в силу определенных обстоятельств требуется помощь в прохождении досмотра, регистрации и доставке багажа до воздушного судна. Мы решили выяснить, создана ли в аэропорту Нарьинмара доступная среда и какие услуги предоставляются пассажирам. В утренние часы Нарьинмарский аэропорт, пожалуй, одно из самых оживленных в окружной столице мест. Десятки людей ждут своих рейсов по местным воздушным линиям. Малая авиация – достаточно специфическая отрасль. Хотя бы потому, что все сумки, чемоданы и коробки, а их в села и деревни, как правило, везут много, пассажиры к воздушному судну доставляют самостоятельно. На Ан-2 и Ми-8 нет багажных отсеков, а потому все, что улетающий везет с собой, классифицируется как ручная кладь. Вот сейчас я поехала собирать мороженку. Вещей у меня с собой не очень много, но, как видите, у людей по несколько сумок, и люди едут с детьми, поэтому не очень удобно, потому что не как в самолете. Положил на транспортную ленту, у тебя багаж доехал до грузовика, они уже в самолет это все погрузили. Здесь все приходится делать самим. К таким особенностям жители Ненецкого округа уже давно привыкли. Однако бывают случаи, когда процедура регистрации и посадки на борт превращается в настоящий квест. Чаще всего с неудобствами сталкиваются мамы с детьми. Об одном из таких случаев сообщили уполномоченному по правам ребенка Галине Гуляевой. Ко мне обратилась мама ребенка-инвалида, у которого как раз там целый комплекс, она вот озвучила мне тех проблем, которые необходимо решать. И одна из них была связана с тем, что она, когда была очередной раз на Ренмаре, она столкнулась с тем, что в аэропорту с ее ребенком ей было крайне тяжело. Ей не помогли, она была с сумками, с багажом, с больным ребенком. Как оказалось, что оказывается, вот это все надо заявлять заранее, либо уже на входе в аэропорту привлекать персонал, который очень отзывчиво и очень оперативно реагирует на такие просьбы. Мы решили провести эксперимент и узнать, какую помощь могут оказать сотрудники аэропорта. Сразу скажу, то, что будет происходить дальше, не постановочная съемка. Никто не был предупрежден, мы обратились к начальнику отдела службы перевозок. Елена Девущак рассказала, что нужно сделать, если при вылете пассажиру потребуется помощь. Эта кнопка предназначена для вызова сотрудников аэропорта для оказания помощи пассажирам, которые требуют повышенного обслуживания. Итак, после того, как мы нажали кнопку у входа в здание аэровокзала, проходит пара минут, и к нам выходит агент службы перевозок. Галина Загоруйко выясняет, какая помощь потребуется. По легенде, нам необходимо отправить пассажира с ограниченными возможностями. В общем, если пассажиры с ограниченными возможностями физическими, ну, помогаем, вот это как бы услуга такая, по пантуцу. Если он без сопровождения, мы без сопровождения. Нам еще сказали, что на вашу помощь могут рассчитывать не только пассажиры с ограниченными возможностями, но и, например, мамочки с детьми. Ну, да, конечно. Конечно, бывает же, они с багажом много, и маленькие детки, вот совсем ручные, как бы такие младенцы. Мы помогаем. Через несколько минут у входа в аэропорт появляются грузчики с инвалидной коляской. В сопровождении агента службы перевозок по оборудованному пандусу отправляемся проходить досмотр и регистрацию. Сейчас мы видели, что пассажиру потребовалась помощь в перемещении его багажа. Сотрудник аэропорта ваш багаж возьмет, проведет необходимые манипуляции по досмотру ваших вещей, далее сопроводит вас на регистрацию. Для пассажиров, которые требуют особенного обслуживания, процедуры по досмотру багажа и регистрации на рейс проводятся вне очереди. В этом также помогают сотрудники службы организации перевозок. Любой пассажир, которому требуется помощь, это могут быть мамочки с маленькими детьми, это может быть пассажир с ограничениями жизнедеятельности, это может быть любой человек, которому необходима помощь. Мы ее окажем. То есть никаких справок здесь спрашивать не будут? Нет, никаких справок не будет, никакого взаимания платы тоже не будет. Стоит отметить, что в аэропорту соблюдены все требования по организации доступной среды для особенных пассажиров. Вход оборудован пандусами, есть специально отведенные места для людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто путешествует с маленькими детьми. На стенах нанесены специальные тактильные знаки для слабовидящих пассажиров. Для удобства пассажиров на первом этаже аэровокзала расположено информационное табло, для того, чтобы каждый смог самостоятельно узнать интересующую его информацию. Ну, например, мы можем сейчас посмотреть информацию об услугах камеры хранения. Самое интересное, что экран оборудован голосовым сопровождением. Ну, или, например, для пассажиров, у которых есть проблемы со зрением, есть режим увеличительная лупа, то есть очень достаточно удобно и крупно. Плюс еще есть режим контрастности. Для тех, кому по состоянию здоровья сложно передвигаться самостоятельно, предусмотрены специальные коляски. Причем сотрудники аэропорта смогут безопасно доставить пассажира и на второй этаж аэровокзала. Для этого существует специальное оборудование под названием «Ступенькоход». Пассажиры садятся, крепятся сюда, фиксируются ремнем. На втором этаже для удобства пассажиров с детьми оборудована комната матери и ребенка. Эта услуга также бесплатна и предоставляется родителям малышей до 7 лет. В помещении есть санитарная комната с санузлом и ванной, пеленальный столик, спальня с детскими кроватками и игровая. «Предоставлена игровая комната, манеж для самых маленьких, для детей постарше мы можем предоставить стол, карандашики, книжечки, раскраски, конструктор, игрушки все обрабатываются». Комната матери и ребенка работает ежедневно с 7 утра и до 3 дня. Для посещения специализированной комнаты необходимо лишь пройти визуальный осмотр у медика. Так что, если вы путешествуете с ребенком, вам необходима помощь при погрузке багажа или по состоянию здоровья вам сложно передвигаться самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью. Вам ее обязательно окажут. Сообщить о том, что вам потребуется специальное обслуживание при перелете, можно при покупке авиабилетов в кассе местных воздушных линий, либо непосредственно в день вылета. Полный список оказываемых услуг для категорий пассажиров с повышенными потребностями представлен на официальном сайте avianau.ru во вкладке «Правила». Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.